Ребята, всем привет! Отниму у вас минутку-полторы-две времени. Расскажу вам маленький лайфхак, желательно которым воспользоваться. Это для всех владельцев сварочных аппаратов. Автоматов, полуавтоматов, сварочных аппаратов электродами и так далее. У кого есть втяжные вентиляторы на собственном опыте, поделюсь лайфхаком. 25 дубль. Начнем. Не важно какой страны производитель ваш сварочный аппарат, не важно как он называется, не важен тип сварки. Важно то, чтобы сварочному аппарату нужно создать как можно хорошие условия для продолжительной его жизни. В чем заключается одна из возможностей продлить сварочному аппарату жизнь, это побороться с металлической взвесью. Когда работаете вы вот с такими инструментами, как типа болгарочка, будь то отрезной, будь то шлифовальный диск, значит в достаточно замкнутом или мало проветриваемом помещении собирается металлическая взвесь. Она присутствует. Вы ее не видите, вы может быть ее чувствуете по запаху, но она есть и ее много. То есть на улице, на открытом пространстве ее, конечно, мало. Там ветер сдувает, но там другие условия. Я рассказываю вообще. У меня сварочный аппарат, он 2012 года, 8 месяца. Это Arisanto Saipa 220, полуавтомат инвентарный. Но это значение не имеет. Все сварочные аппараты, они примерно одинаково устроены, в которых есть втяжные вентиляторы. Вы, наверное, уже догадываетесь, некоторые из вас догадываются, что надо сделать. Значит, я периодически аппарат чищу. Открываю его, беру вот такую вот кисточку с мягким ворсом и беру воздух. В данном случае компрессор. У меня есть компрессор, но далеко не у всех есть компрессор, он просто не нужен. Вот компрессор. Значит, можно взять обычный баллончик для чистки компьютеров. Стоит он до 150 рублей. Поверьте, это стоит того. Поближе хочу вам показать, какая частота платы. Видите, да, нигде никакой металлической взвеси нет. Это я его только продул из компрессора. Разлетелась вся пыль. А частота, видите, идеальная. Вот такая должна быть идеальная частота у вас в сварочном аппарате. Сварочные аппараты стоят дорого, ребят. Вот. Советую вам ухаживать за своим сварочным аппаратом. Не надо платить лишних денег. Не надо. Ремонт сварочного аппарата я производил уже два раза. Первый раз от незнания, второй раз от ошибки. От ошибки, потому что я потерял то устройство, которое вы уже, наверное, догадываетесь, которое не потерял, а, ну, к сожалению, потерял, давайте скажу. Вот. Потерял, значит, то устройство, которое и отвечало за долговечность работы сварочного аппарата. У меня летели вот такие вот компоненты. Это транзистор, как правило, и диод. Они летели у меня в купе. Находятся они у меня вот в районе, где 220 вольт. Вот в этом месте транзистор. И дорожки летели у меня. От чего летят компоненты, от чего летят дорожки? Летят от металлической взвеси, которая оседает на дорожках платы. Так как по дорожкам платы протекает электрический ток, в данном случае вот в этом узле 220 вольт, он, соответственно, притягивает к себе металлическую взвесь. Вот. Для того, чтобы справиться с этой бедой, ребят, это вам будет стоить рублей, не знаю, 100, наверное, ну, 200 рублей. Так вот, смотрите, вот в тяжной вентилятор устанавливаем 4 неодимовых магнита. И эти 4 неодимовых магнита решают вам все. Они решают все. То есть вы экономите огромное количество денег на ремонте сварочного аппарата, если не будут установлены вот эти магнитики. Магнитики в сварочном аппарате, так как они втяжные, вот один вентилятор, вот второй, они засасывают. Конечно, вот здесь в челе, вы скажете, тоже проходит, где-то вот здесь проходит по ходу движения вот этого вентилятора, вы понимаете, да? Вот. То, да, я согласен, но в основном воздух тянется вот с этой стороны. Первый втягивает, второй поддерживает. То есть создается поток. Так вот, поставили 4 магнита, сэкономили до полустоимости, стоимости сварочного аппарата. Вы, наверное, догадываетесь, сколько стоит ремонт сварочных аппаратов. Обратитесь, возьмут, ну как и со стиральными машинками, то есть до половины стоимости сварочного аппарата. Вам это надо? Я думаю, не надо. Да, я первый раз поломал, значит, ролик на эту тему я не знаю, снимал, не снимал, но пусть будет еще один. Вон он транзистор этот торчит, вон он гад. Вот, ну слава богу, стоит он 5 рублей. В общем, мне ремонт обошелся в 11 рублей, не тысяч, а в 11 рублей 0,0 копеек. Ну, еще там на метро 100 рублей я потратил. То есть 111 рублей мне обошелся. Это стоимость одного транзистора и одного диодика. Так вот, поставили и забыли. Каждый промежуток времени, в зависимости от использования сварочного аппарата, берем, все чистим аккуратненько, только без фанатизма, потихонечку вот так и продуваем либо из баллончика с сжатым воздухом для чистки плат в компьютерах, либо компрессором. Ну, желательно, чтобы влага туда не попадала. Все, ребят, сэкономили деньги, считайте, заработали. Вот такой маленький лайфхак. Обещал, сколько там я потратил, почти 5 минут, обещал в 2 минуты максимум уложиться. Но надо донести вот это вам до того, чтобы вы не обращались в мастерскую по всяким вот таким вот пустяковым проблемам, когда горит сварочный аппарат из-за отсутствия вот этих вот четырех, допустим, магнитиков. Поставьте, ребят, поставьте, они стоят копейки. Сейчас неодимовые магниты продаются везде. Поставили и забыли. Вот мой сварочный аппарат 2012 года. 2012 года я пользуюсь им постоянно, периодически. Варю вебростолы и так далее. Хобби у меня. Вот, так что пользуйтесь, ребят. Очень нужный лайфхак. Очень нужный. Спасибо. 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 Спасибо.